МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Задача была простая. Мы узнали о работах некой научной группы, которая постулировала следующий принцип. Зачем использовать дорогие, хорошие, высококачественные объективы, если можно поставить обычную линзу, рефункционную, а потом цифровую обработку изображений и довести качество изображений до желаемого. Технология производства вот этих вещей, она чем-то действительно сопоставима с производством компакт-дисков. На поверхность стекла наносится специальное вещество, фоточувствительное, и в результате потом, после проявления, у нас получается определенная форма этого вещества. То есть мы, по сути, прописываем с помощью вазерного луча профиль. Ну и, соответственно, качество изображения, которое дает такая линза, оно уже сопоставимо с качеством изображения, которое дает одиночная рефункционная линза. Наши последние результаты в области реконструкции изображений уникальны тем, что у нас получилось использовать для этого очень перспективный математический аппарат, сверточные нейронные сети. И за счет этого у нас получаются уже сейчас результаты, близкие к тому порогу, который требуется для вывода продукта на рынок. То есть сейчас мы получаем порядка 27 дБ, результирующее качество, а минимальное качество для выхода на рынок – это плюс 3 дБ, а 30 дБ. Большая часть стандартной оптики в том же самом классическом объективе, например, через который меня сейчас снимают, это сферы, сферические поверхности. Технология изготовления очень примитивная, ее хоть в каменном веке можно использовать. Здесь же нам все равно, что выводить сферу, асферику. Технология будет стоить одинаково. Это никак не повлияет ни на стоимость, ни на скорость изготовления, ни на качество. Таким образом, вот эта линза, сделанная в специальной асферической форме, например, приближенная к проболической, она сразу дает изображение без определенных геометрических аберраций. Ну, например, будет отсутствовать сферическая аберрация. Прямо сразу и в одной единственной ленте. Стоит, ну, классический кэнновский 300-миллиметровый объектив, это порядка 80 тысяч рублей. Вот наша структура, вот она вся, что я держу в руках, она призвана заменить вот этот вот 12-линзовый телескопический объектив. Объективы такие мы умеем делать, мы умеем обрабатывать изображения, так, чтобы они удовлетворяли людей, ведущих съемку. Вот, если бы фантазировать, то потенциал у технологии достаточно большой. Во-первых, это все, что связано с космическим дистанционным зондированием Земли, то есть это и наноспутники, и атмосферные спутники. Гораздо более интересный рынок на порядок больше, это 70 миллиардов долларов, это рынок систем видеонаблюдения. И здесь мы можем предложить уникальные решения по своей легкости и компактности, то есть это системы, которые могут быть крайне полезны в экстремальной журналистике, в системах безопасности, в системах скрытого наблюдения. В частности, мы можем позволить разворачивать вот такие длиннофокусные системы на беспилотниках, на легких беспилотниках, на максимально незаметных беспилотных аппаратах. И, собственно, наверное, одно из наиболее перспективных общественно полезных направлений для использования наших систем – это система умной урбанистики. В принципе, стоимость такого объектива может быть со стоимостью компакт-диска. Ну, за исключением того, что его надо будет еще там в механику совать. Если мы хотим множить, то мы можем штамповать на пластике копии в большом количестве. И чем больше будет серия, тем дешевле будет это все стоить. Вот компакт-диски сейчас стоят совсем недорого. Производство таких линз можно довести до стоимости более дешево, чем стоимость компакт-диска. Ну, как минимум, здесь вещества меньше. Еще один, скажем так, наиболее футуристичный проект, которым нашу линзу пригласили участвовать уже год назад, это проект Миллинера Хокинга по отправке к Альфа-Центавре пика спутника. Это спутник размером в один грамм. Ну, это очень там ряд технологических вызовов в этом проекте. И в частности, проблема, как в громовый спутник уместить оптику, которая позволит нам снять окрестности Альфа-Центавра. Субтитры создавал DimaTorzok